Друзья, всем привет! Сегодня мы приехали на соревнование Маус Make Arm Wrestling Olympic Sport, сделать Arm Wrestling олимпийским видом спорта. Сегодня у меня Art Fight. Плюс участвуют два моих ученика. Один в 65-й категории, второй в 75-й категории. Народа очень много, крутые призы. Вообще, очень прекрасно начинается соревнование. Мы гордимся тем, что мы участвуем для этого турнира и радуем всех вас на наши праздники спорта. Хочу пожелать всем удачи, без травм и пусть билетельнейшим. Чуть-чуть не завязывается, у нас сегодня в программе турнирная сетка. У Art 65-й категории подъем спать плюс. И если это на торте, у нас будут дрансбайты. Целых 9 пар. Нарсбайты будут разочные, поэтому старайтесь прекрасно. Вот. Также в программе у нас будет ходить, так сказать, человек и собирать ваши силовые показатели. Мы будем разобрать у вас с этих гостей призы подъемного выбора. Так же вы можете приобрести грянки, завязки, футболки, попить и напитки в нашем магазине. Вот он находится в углу. Вам дистрифлирует парень. Также, если вдруг вам нужен медик, медицинская помощь, различный пин, фиксатор, вот медик сидит. Отвечусь, спасибо. Сейчас Марк Крестунов и Сергей Шишко. Ой, Павел Шишко, я уже высказал. Проченье. Выдут и покажут вам правила. Они вам покажут, что допускает нельзя. Они писают какие-то правила. Опасные положения. И не придя от вас, что мы даем только одно предпочтение. Опасные положения. Это будет пол. Спасибо большое за счастливое. Спасибо, что Марк Крестунов. Надеюсь, вы все поняли. Хочу дать слово Виктору Шириленко. Здравствуйте, ребята. Слушайте, приятно увидеть, что здесь в районе есть много людей, которых я знаю. И очень много людей, которых я не знаю. Отдельное спасибо тебе, что здесь оказалось только девушек, спортсменок, которые будут бороться и добираться. Что вам нужно сказать? Если вам действительно нравится этот спорт, будьте упорны, убейте в то, что вы делаете. Это спорт упорный. Находите тренировок, тренируйтесь в них, будьте терпеливны. У вас все получится. Теперь, ребята, самое главное, боритесь, боритесь честно. Есть большая разница между тем, чтобы быть сильнее человека и победить человека, выиграть. Старайтесь быть сильнее, становитесь лучше. Всем удачи и что без травм. Спасибо большое. Внимательно. Слушайте. Такой. Новый, что парни. Вверх. Вверх. Хорошо, Женя! Номер стола и фамилию. По здоровому столу приглашается Сюглата Владислав, Сюглата Николаевна. Пронатор держи. Слушай, команду, спину. Хорошо. Пронаток, натяжка. Внимательно. Пронаток, натяжка. Пронаток, натяжка. Пронаток, натяжка. Хорошо. Хорошо. Камазану вверх он будет. Пальцы и клонату контролируй. Город. Музыка. 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 Пронаток, натяжка. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Хорошо, внимательно слушай. Хорошо? Хорошо, молодец. Хорошо, хорошо. Держать? Хорошо. Хорошо. Локоть, локоть, локоть на матку. Держать? Держать! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Давай-давай-давай! Давай-давай-давай! Давай-давай! 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 Пойдем в размер! Так! Давай-давай! Давай-давай-давай! Так! Давай-давай-давай! 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 Стой! Не напали! Стой! Стой! Татьяна! Стой! Боб, съезд гибать уже нельзя! Боб! Не упал! Стой! Лёша, подождай! Снова-давай-давай! Стой! 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 Ну что, пожалуйста, на 15,5 минута. Ветерал. Вот. Стас попробовал. Давайте-ка в бицепс. Войдем в оба, в трюк, в трюк. И это очень интересно. Почему нет? Сейчас будет ровка. Помогой. Мое напутствие. Оба кофе уже устали. Помогу вам! Первый подсмерт! Давайте-давайте, оставаться всем-чем-чем! Поехали в фонаре. Стоп! Давай, стоп! Оба дожди подпят! Боу-оу! 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 Ну что, прошел арфай, рука не разгибается, пробовал подверх, потому что готовился подверх под Егора Лепатова. Егор Лепатов борется в 30, поэтому готовил клюшку. Здесь вообще не сработало, оппонент другой, если надо было, и тактику другую. Но, к сожалению, что готовился, то и готовился. В итоге два раза не прошло, у меня вверх клюшка забирал, с файпками не забить не было. И в итоге вот набит, в следующий раунд, там, сборол, раза 4-5, наверное, в полу, в кучу было. В итоге 2-0, в третьем раунде переселся по 30, забрал раунд, 2-1, потом еще раз боролись, плечо не успел вставить, то есть в таком положении, в травмоопасности, короче, заиграл 3-1. Что, правда, нет, проиграл, проиграл, перерываемся дальше. Молодец. Хотел бы подвести итоги, проанализировал, все посмотрел, сейчас дяхи. Что по итогу, готовился я от Егора Лепатова, он борется в трицепс, готовил клюшку вверх, вот такое движение, в основном, тренировал вот эту связь, эту цепочку. Прошел весь тренировочный цикл, спрогрессировал, и за 2 недели он травмируется, находит, говорят, что Стас, либо вообще отменяем от файт, либо по-бырому находим, так сказать, какую-то замену. В итоге нашли, естественно, человек по-другому борется, не в трицепс, а в бок, то есть у человека уже и кисть хорошая, потому что в большину хорошую борется, пальцы сильные. Ну и в итоге, первые два раунда я, естественно, пытаюсь, то, что я тренировал, вот эту связь, в итоге Алексея, мне не получилось пробить этой клюшкой, потому что пальцы у него какие-то сильнее, чем у Егора. И по итогу опять получалось такое, что вот такое движение, он прокручивает, и я опять на одном бицепсе там держал, пытался что-то, естественно, он меня на 10 килограмм больше весил, я на одном бицепсе держал по 20, грубо говоря, их килограмм там, вот, но держал, ни в одно касание, естественно, там он фалил, пытался перестраиваться. Вот, и, наверное, это, короче, 2-0 было в его пользу, вот, потом мне подсказала Женя Поляков, что попробуй в тридцепс, я в тридцепс зашел, в итоге вот как надо с ним бороться, в бок тридцепс, моя сильная движение. Я его выигрываю 2-1, вот, чувствую, что там его можно выигрывать, но у меня, почему я не готовился, потому что у меня была травма бочины, вот, и, естественно, я ее нормально не тренировал, на протяжении этих двух планиц, готовил чисто вверх, и, естественно, получилось так, что под данного человека, Алексея, я вообще не готов был именно в такой стиле борьбы. Естественно, я выложился, почувствовал, что у меня ужасно болит бочина, мне ее заморозили и так далее, но уже разные, не знаю, что завтра будут смотреть, но, бог, прям болит, чувствую на месте, я выпаду точно. Микротравма это 100%, поэтому мы будем смотреть. Ну что, станем сильнее, сделаем выводы, будем дальше тренироваться, по итогу 3-1 я проиграл, так сказать, в бою в любом случае, в касании, зарубились опять, как бы, ребят, сказали, опять получился, Арфайз у тебя заруба, эмоции, поэтому, в любом случае, прикольно, расстроен, конечно, сделаем выводы, откорректируем тренировочный процесс и возьмем уже полноценный реванш, буду готовиться именно под него, например, да, заранее, и какой-то тренировочный цикл пройти, именно трехмесячный бум, смотреть уже от руки, как она восстановится, и, например, попробовать взять реванш уже опять у этого человека, у Алексея, да, ну, именно, готовиться к данному человеку, вот. Поэтому всем спасибо, кто за меня болел, на самом деле, ответственность большая, я, наверное, расстроился даже больше от того, что за меня много кто болел, смотрит YouTube, Instagram, там, просто с города близкие люди болели за меня, хотели, чтобы я выиграл, но в итоге я проиграл, как бы я расстроен того, что и проиграл, в тот же момент, что люди болели за меня, вот, поэтому подраскрелся, поэтому всем спасибо, кто болел, станем сильнее, вернем сильнее и выберем следующий.